приветствую дорогие друзья наталья водянова не только пример истинной русской красоты но и любящей матери профессиональной модели и самоотверженного благотворителя но даже при всех ее заслугах наши люди никогда не считали ее писаной красавицей так обычная девушка со двора а ведь ее русые косы бухлые губы и невинный взгляд голубых глаз считаются эталоном славянского очарования но даже не отдельные выгодные черты лица а именно их сочетание уж больно напоминающую культовую актрису 20 века подарила наталья билет счастливое будущее впрочем на фоне такого детства как было у водяновой даже малый успех уже казался бы настоящей удачей родители водяновой развелись когда ей было всего три года мама в одиночестве воспитывала троих дочерей у одной из которых с рождения тяжелая форма дцп и аутизма будущая модель как старшенькая с ранних лет была маминой поддержкой и опоры в 15 лет девочки даже пришлось бросить школу чтобы пойти помогать маме с торговлей на рынке но потом как в лучших традициях сказок о принцессах судьба подкинула наталье шанс наконец устроить свою жизнь друг 16-летний водяновой привел ее в модельную школу девочки сразу понравилось все чему там обучали хореография позирование и другие обязательные навыки манекенщиц и хотя наташа воспринимала это больше как развлечение свободное от торговли время именно там ее заметил фотограф алексей васильев водянова вспоминала что впервые он подошел к ней со словами о роми шнайдер здравствуйте роми шнайдер тогда девушка и не догадывалась чем вызвано такое странное обращение но позже фотограф объяснил что наталья очень похожа на талантливую актрису которую просто обожали все французы роми шнайдер была легендой европейского кинематографа актриса немецко-французского происхождения покорила зрителей не только своей красотой но и грациозностью но и невероятно талантливейшей игрой в кадре ею восхищались миллионы но к сожалению актриса слишком рано покинула этот мир многие все еще скорбели о потере своего кумира когда безумно похожая на нее девушка внезапно начала мелькать на французских показах мод сам джан-поль гатье назвал водянову русским бриллиантом знакомиться наше новое лицо dior а addict не помню ее имя и подходит ко мне бесспорно именно схожесть с роми позволила наталье не затеряться на общем фоне начинающих моделей но основную роль в ее успехе все же сыграли профессионализм и огромное трудолюбие девушка очень быстро заработала доверие именитых модельеров и и усыпали предложениями об участии в показах будущих брендов и уже спустя пять лет после начала модельной карьеры она стала официальным лицом кельвин кляйн кто-то мог бы расстроиться что его или ее успех приписывают лишь схожести с кем-то другим но только не наталья благодаря трезвому взгляду на жизнь и пережитым трудностям модель с благодарностью принимают все подарки судьбы и не забывает отплатить за них своим милосердием по отношению к другим и хотя наш народ часто все еще не согласен с тем что внешность водяновой особенная на фоне других но ее человеческие качества давно оценил каждый